У Гульмира Усимбекова несколько серьезных диагнозов, включая онкологию. Женщина одна воспитывает двоих детей, которые также страдают хроническими заболеваниями. Жительница Шенкента жалуется, что им не выдают многие жизненно важные лекарства. Еще одна проблема – отсутствие постоянной крыши над головой. Хотя Гульмира и стоит в очереди на получение жилья от государства уже больше 10 лет, но изменения в этом списке, по ее словам, никаких не происходят. Большая часть пособий семьи уходит на оплату аренды квартиры. Мать-одиночка обращалась во все возможные инстанции, но, увы, нигде ее не слышат или не хотят слушать. Наша программа стала последней надеждой для Гульмиры и ее детей. Мне 50 лет, я инвалид второй группы. Эта беседа Гульмире Усимбековой далась непросто. В последние дни здоровье стало серьезно подводить. А от волнения женщине стало плохо. Пришлось вызывать скорую помощь. То ли из-за нашего присутствия, то ли из-за переживания за своих пациентов. Но на вызов приехала заведующая поликлиники, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Она подтверждает все ее диагнозы. Опасаясь за самочувствие Гульмиры, мы попросили медика остаться. В 16-м мне лечили зуб, занесли инфекцию. У меня пошел гиперостоз костей с водочерепа. В общем, неизученная, редкая болезнь. У меня утолщение костей черепа идет. На глаза она все давит, на мозг все. Женского, головы, вот, и липоматоз. У меня множество. Вот на нервной почве у меня вот такие шишки. Без демизуха, что без воспитки, они болят. Они болят. Они очень сильно болят. Вот я нервничаю, и у меня вот боль по всему телу. Я только на кетароле живу. Я за один раз в день по 4-5 это пью, и вот. Потому что это адская боль. Никакого лечения она не получает, утверждает Гульмира Усимбекова. Голова неизученная у меня. Вот эта гиперостозка сей свода черепа, а жарганая сама знает меня лично. В общем, неизученная область этой болезни, понимаете, не знает, как лечить ее. Ни президентская больница вот эта на окраине, в которой Астаны находятся, нерокировки там. Все сообщали, все это. Нету лечения, понимаете, этой болезни. Еще во всем мире нету. Она очень редкая заболевание. Немалый список диагнозов и у детей. У старшей 16-летней дочери астма, а у 15-летнего сына проблемы с сердцем. Эти болезни у них с раннего детства. Из-за приема большого количества лекарств у них начали страдать внутренние органы. У нас в любой момент могут приступы случаться. Отек к веньке идет у обоих, у сына. У сына может до 200 развиться тахикардия. Он весь синеет, у него пот вот так идет, руки-ноги не работают. У дочки сейчас развивается миопия, звенье тоже падает, как у меня. У меня левый глаз вообще не видит, я только одним глазом вижу. У дочки сейчас тоже такой же идет. Прогрессирующая миопия идет, как у меня. Чтобы купировать приступы, им ежедневно нужно принимать лекарства. Но Гульмира Усимбекова говорит, что большую часть препаратов они вынуждены покупать за свои средства. Начало года, пока тендера закупаются, у нас приостановка лекарств идет. Иногда вот моя заведующая, она сидит со своего кармана, она мне покупает, помогает. Вот честно скажу, вот тот же зитмак, тот же этот, флунол, хотя они должны даваться бесплатно. Антибиотики? Антибиотики, вот, анапрелин. Элементарно я получил. Раньше он был бесплатный. Сейчас сердечный, этот, при тахикардии пароксинмалки, моего сына, когда у него пульс очищается, я даю анапрелин. Раньше он бесплатный был. Его уже три года убрали, как бесплатный. Я с Тихотелебурга заказываю 25 тысяч. Из-за болезни дети стали жертвами школьного буллинга, говорит Гульмира. Они подвергались постоянным издевательствам и моральным унижениям со стороны одноклассников. Женщина неоднократно писала жалобы и в полицию, и на имя руководства школы. Но обидчикам удавалось избегать наказания. Причина, они же школьники еще, несовершеннолетние. В итоге своих детей мать перевела на домашнее обучение. При мне мою дочку в классе избили. Мы для своей собственной безопасности носили маску. До времени ковида не было, ничего не было. Они мою дочку называли туберкулезницей, спидницей, чем только ни называли. Сына головой в унитаз окунали в школе. Я сначала послала к Тажиевой, Горно, начальнице, ну как, руководителю. Она мне говорит, 29-я школа надоела, идите пишите в прокуратуру, пускай их судят. Я пошла в прокуратуру, к первому заму, он меня принял. Сказал, да, 29 сентября дать ответ. Нет, ни ответа, ни привета. Ну и на домашнем обучении не все так просто. Гульмира Усимбекова утверждает, что некоторые учителя отказываются приходить, а кто-то и вовсе проводит занятия только для галочки. Учителя вовремя не приходят. Если даже и приходят, они с нашими детьми не хотят работать, понимаете? Один раз я тихо, техник не жасла, они не заметили. Учительница русского языка сидит, она ей переписать дала, просто переписать. Ученица 9 класса просто переписать, понимаете текст? А сама сидит она в сотке. Я стояла минут 10, наблюдала. Потом я зашла, сказала, говорю, Римма, вы что делаете? Она, у нее вот такой, знаете, шок был. Она не ожидала. Гульмира говорит, что не может поменять школу, потому что сложно найти съемное арендное жилет с их скромным семейным бюджетом в другом районе города. Да и не каждый согласится заселить мать-одиночку с двумя детьми. Она утверждает, что многие из их проблем были бы решены, если бы им предоставили квартиру по государственной программе. В настоящее время они находятся в очереди, и когда же дойдет их очередь, неизвестно. Также Гульмира Усимбекова не раз просила при ее заболеваниях дать первую группу инвалидности. И пособия больше, и перечень медицинских услуг шире. Мы написали официальное письмо в городской Акимат, и в нашем письме у нас целый перечень важных вопросов. Почему Гульмира Усимбекова и ее дети не получают необходимые лекарства? Почему возникли проблемы с домашним обучением? И насколько возможно предоставить им временное жилье, пока не получат квартиру по государственной программе? Кроме того, мы отправили запрос в Минздрав, чтобы найти оптимальный курс лечения для Гульмира Усимбекова, а также в Министерство труда и социальной защиты. Почему же ей отказывают в присвоении первой группы инвалидности при таком огромном списке заболеваний? Ответы мы озвучим в следующих программах. Продолжение следует...